Было тесно в старом школьном здании. Школа празднует сегодня новоселье. О перенаселении 22-й школы ходили легенды. Корпус, рассчитанный на 422 ученика, посещало в два раза больше детей. Со заведением второго здания 528 человек переехали, а учебное заведение получило возможность набрать сразу пять первых параллельных классов. Тимур Гудков будет учиться в первом Б. Все лето, как на иголках, говорит, не отдохнул толком. То математику с папой учил, то форму с портфелем выбирал. Учится, занимается, делает все новое, узнает, всякие пространства читает, про реки, про озера, про животных. Впрочем, в основной массе пришедшие на линейку впервые не волновались, оставили это право родителям. Дочь еще, наверное, не воспринимает все серьезно. Для нее это как-то игра, школа, школа. Для нас это было волнительно, конечно. За взрослую жизнь уходит сама. Вот это страшно. Все равно, вроде бы, школа, ступенька во взрослую, начало взрослой жизни, самостоятельность такой, что вроде бы должна все сама делать. Сопровождать учеников в школьной жизни будут преподаватели, в том числе и 12 молодых педагогов. Некоторых специалистов подбирали специально для нового класса. Во-первых, узкие специалисты для детей с расстройством аутического спектра. Это дефектолог, олигофренопедагог, психолог, логопед. И впервые ввели такую ставку тьютер, который тоже сопровождает этих деток постоянно, везде. И учителя-предметники, больше всего начальных классов. 1 сентября в 22-й школе стало праздником не только педагогов, учеников и их родителей, но и строителей, что возвели новый корпус. И властей они оказали финансовую поддержку. Масштаб событий и первый звонок невольно вернул каждого из присутствующих в его школьные годы. Мне было всего 6 лет, и в то время в 6 лет в школу не брали. Поэтому меня не брали в первый класс. Я просто настояла, чтобы меня туда взяли. И поэтому у меня как такового 1 сентября с линейкой не было, потому что все пошли на линейку, а меня еще тогда не записали в первый класс. И мне пришлось очень сильно повлиять на свою маму, которая вынуждена была меня все-таки в школу привезти. Кристина Слепцова, Денис Лугов. Программа «Город». Кристина Слепцова, Денис Лугов. Программа «Город».